Идея создания такого центра появилась в 1992 году у известного в то время архитектора Бориса Ивановича Тхора. Со своей идеей он пришел к Лужкову, Лужков ее одобрил, и после согласования с правительством было создано открытое акционерное общество «Сити», которое и по сей день является управляющей компанией-комплексом. На данный момент построено 10 башен. Строительство ведется уже 21 1994 года, полное качественное работ с начала революции в 2013 году. Но сейчас у нас не многое на сне, и комплекс обещает режим уже в 2018 году, и до ближайших 3 года планета закрывает еще 10 башен. Мы с вами на данный момент находимся в башне «Империя» на высоте 238 метров и 58 этажей. Полная высота этой башни – 260 метров и 60 этажей. 60-й этаж уже является техническим. Эта башня условно разделена на северный и южный вход. Все мы с вами заходили с южной стороны, и изначально по проекту она должна была быть полностью отведена под гостиницу на 292 номера. Но со временем от этой идеи решили отказаться, и сейчас здесь со 2 по 42 этаж офисы, с 43 по 58 апартамент. А вот эта мигающая полоска в виде российского флага изначально предполагалась как рекламный щит, но им так никто и не воспользовался, потому что это было бы очень дорого и неэффективно. Рекламу не видел бы никто, кроме близ стоящих высоток, а с третьего транспортного кольца уже можно просто словно разобрать всю информацию, которую до нас захотят донести. На месте этого рекламного щита нет никаких этажей, там просто технические помещения. Кстати, башня Меркурия являлась не только самой высокой башней комплекса, но и самой высокой башней Германии. А рядом легендарная башня Федерация. Я сразу хочу отметить, что башня Федерация это комплекс с двух башней, это башня Восток, вот она повыше еще строится, и башня Запад пониже с изначком Германии. Башня Восток по окончанию строительства будет являться самой высокой башней комплекса. Ее высота составит 375 метра и 95 сажей, что на 34 метра превышает высоту башни. Изначально по проекту эта башня должна была иметь вид паруса. И вот струба, вот у основания между высотками, где мало похожей струб, она изначально предполагалась как своего рода мачта, которая превышала бы высоту двух этих высоток. Внутренне ее находился бы лифт, а от самой мачты также могли оставить мостики, чтобы можно было передвигаться из корпуса к корпус, не выходя на улицу, не по входимых переходов. Но, к сожалению, после некоторых проблем с финансированием было решено от этой идеи отказаться. Поэтому, когда башня будет полностью завершена, вот этот вот старшийся кусочек мачты демонтируют и строят на этом месте уже ничего не будут. Если посмотреть тут справа и вверх, там-то Ваганьковское кладбище, там тоже проводят экскурсии, потому что у корону на большой поле экскурсийных людей. Второе название Ваганьковского кладбище – Чумное, потому что ранее там коронили на Руси, не умерших, а Чумы на Руси. Вот чуть выше кладбище овальной формы – это и патрон. Также мы с вами, вот, рубили, сейчас там здесь путили башню. Чем выше тот этаж, на котором мы планируем, что я достигну, и мы лучше, тем, соответственно, больше стоимость одного квадрата монета. Начальная цена – 11 тысяч долларов за один квадратный метр. Например, 50 квадратов вы можете предвести на 766 долларов, 300 квадратов за миллион 700 долларов, целый этаж за 27 миллионов долларов. Но не забывать и про эксплуатационные расходы, оплаты коммунальных платежей, услуги консьержа, службы безопасности. Мы с вами, кстати, находимся в апартаментах. Самый последний этаж, любой из ваших средств, да, и грязь, и самым дорогим, и там находится тут-хаус. Общая площадь, двух этажей, чуть больше 800 квадратных метров, и стоимость данного тут-хауса – 13 миллионов долларов. Чтобы выносить мусор, вам нужно использовать технический лист. Тот лист, который мы с вами поднимали, с ним перевозить мусор, какие-то, не знаю, там, мебель, ковры, вещи, категорически запрещено, потому что он выполнен из натурального камня Оникса. Так вот, чтобы получить возможность использовать технический лист, эту услугу нужно оплатить. Стоимость данной услуги – 70 тысяч рублей в месяц. Камень, эта пыль и грязь не просто ложится на окна, она въедается в стекло до такой степени, что ни одни реагенты не способны с этим справиться. Именно поэтому в высотках редко, где можно увидеть кристально чистые, идеально прозрачные окна. Если еще на верхних этажах это поли-мини как-то отмывается, то на нижних, вот вплоть до десятого, отмывается с огромным трудом и в несколько этапов. В высотках, ни в одной из башен, точнее, не открываются окна. Здесь есть вот такие небольшие корточки на электронном управлении. Не открываются они по нескольким причинам. Во-первых, это изменение давления, с высотой давление понижается. Во-вторых, это ветер. Здесь на высоте он куда сильнее, чем внизу. И даже в самую ясную безветренную погоду здесь ветер будет всегда. Ну и в-третьих, это, конечно же, безопасность. Потому что если из открытого окна у вас выходит какой-то предмет, пока этот предмет долетит до земли, он может развить такую скорость и силу падения, что если попадет кому-то на голову или в крайнем случае на чьи-то припаркованный автомобиль, это может очень печально завершиться. В комплексе также ведется активное развитие инфраструктуры. Это сообщение между башнями, в том числе подземные переходы. Также планируется построить транспортную развязку, откуда будут выходить аэроэкспрессы в два аэропорта города Москвы, это в Муково и Шереметьево. Спасибо вам большое за внимание. Сейчас у вас свободное время. Минут через 20-25 будем спускаться вниз.